Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели! Это передача «Допрос за бабос» снимается в центре города Санкт-Петербурга. Сцена! Выступают люди, которые хотят просто выступить с чем-то, и я здесь. Чтобы дать 5000 рублей самому умному человеку, который ответит правильно на 6 вопросов. Я Жека. Рустам. Рустам? Да. Так, правила такие. В общем, отвечая на 5 вопросов, ты получаешь 2000 рублей. Шестой вопрос дополнительный. Ответьте на него пятерка. Если я подсказываю, шиш на постном масле, а может быть, а может быть, тысяченка заваляется в кармане. Немного о себе. Где работаешь? Где учился или учишься? Временно не работаю. Сам из Крыма. То есть, приехал по личным делам. В фрилансе! Да, да, можно так сказать. Первый вопрос. Какая самая маленькая страна в мире? Ватикан. Это правильный ответ. Как называли человека, выступавшего против учения католической церкви в период Средневековья? Человек против католической церкви в Средневековье? Антихрист какой-нибудь? Нет. Ну, кто эти патлы, которые во все вот это вот не верили? Колдуны эти! Маги, чередеи. Неверующие фомы-то вот эти. Сволочи. Они их чуть ли не сжигали на костре. Наверное. Ну, я в кине смотрел. Юритики. Правильно. Я, типа, не подсказывал, да? Ну, нет, я не подсказывал. Интрига же должна быть. Хоть кто-то должен сегодня пятерочку поднять. В прошлом выпуске врач-стоматолог подняла пятерочку. Вчера выложил видос. Самый твердый минерал? Гранит? Нет. Это металл или вообще что-то? Минерал. Самый твердый минерал. Подсказывать нельзя. На кону бабки сумасшедшие. Вы будете раскошеливаться. Стоят там за камерой. Вы-то не видите, а я-то все вижу. Шептуна там включили. Самый твердый минерал? Алмаз. И это действительно правильный ответ. Мы двигаемся дальше, чтобы поднять хотя бы два косаря. первая координата точки. Абстисса. Абстисса. Ёшкин кот. Правильно? Это правильно. Очень странно. Какой-то сканер в глазах, что ли? Линзы? Линзы со сканером. Видны ответы? Пятый вопрос. Ответься на него правильно. Рустам получает две тысячи рублей. Кто был первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии по литературе? У меня несколько вариантов. Ну-ка, ну-ка. Или Шолохов. Кто еще? Шолохов. Кто еще? По-моему, Бунин или нет? Давайте пусть будет Шолохов. Это пятый вопрос. От него зависит, получишь ли ты два косаря и продолжишь ли ты потом банкет. Потому что если ты ответишь правильно и захочешь ответить на вопрос еще один, то два косаря могут сгореть. Но пятерочка может получиться. Понимаешь? Так что выбирай. Давай, выбирай кого-то. Шолохов. Шолохов. Мы подтверждаем это? Да. Шолохов или Бунин? Шолохов. Мы утверждаем Шолохов? Да. Мы не будем утверждать Бунина? Нет. Итак, правильный ответ. Я сделал все, что мог. Это Бунин. Я же никогда не засаживаю, понимаешь? Я всегда хочу вытащить человека. Ну ладно. Привет. Привет. Передавай кому-нибудь. Передаю привет. Привет. Всему Крыму, особенно Симферополю. Всем, кто меня узнал, приедем. Утешительный приз для неглупого участника, скажу я вам, Рустама. Это твоя тыщенка. И это передача «Допрос за бабос». Спасибо тебе большое за то, что поучаствовал в этой передаче. От души, как говорится, душевно. А! В душу! В душу, ребята. Пойдем пить кофе за ваше здоровье. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, ты следующий, я понимаю, да? Отлично. Мы продолжаем наш банкет. И рядом со мной стоит мужчина в очках. В кепке по имени... Алаш. А что сзади? Палатка. Шалаш! Ответя правильно на пять вопросов без подсказки, ты получаешь 2000 рублей. Ну и если ты захочешь пойти ва-банк, ты можешь ответить на шестой вопрос и получить пятерку. Но если ты не отвечаешь, ты получишь шиш с маленьким кусочком подсолнечного масла. Двигаемся? Да, двигаемся. Немного себе. Я из республики Тыва. Являюсь... Учусь на тренера детского. По баскетболу? Нет, по вольной борьбе. О, вольной борьбе? Да. А что, не классик? Да, как-то у нас не развито. А, не было? Нет. Ну ладно. Так, что-то хотел спросить. Тыва это где? Где-то рядом с... Это в Сибири, на юге Сибири. На границе с Монголией. Первый вопрос. Древнегреческий ученый, клятву которого знает каждый врач? О, Гиппократ. Ну, конечно. Еще бы ты сказал другую фамилию. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? Кукушка. Гениально. Я гений. Ты гений. Распродажа, на которой покупка достается тому, кто предложил максимальную цену? Распродажа, чуть-чуть еще раз. Например, тачки из Японии пригнали... А, аукцион? Да! Вроде я знаю тачки из Японии. Алаш, это гениально. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. Так, с центра, как с окружностью. Это радиус. Это радиус. Отрезок. Это радиус. Ну да, радиус. 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 Пятый вопрос. Ответя на него, ты получишь 2000 рублей. Или потом 5. Вторая координата точки. Вторая координата точки, ё-моё. Из области алгебры. Что, прости? Из области алгебры. Из области алгебры. Ё-моё. Или геометрия. Вторая точка координат. А ты здесь как нарисовался вообще? Откуда здесь? А мне... Я шёл мимо, и тут смотрю люди в оранжевых накидках. Спросил, что здесь происходит. И сказали, что здесь... А ты мои видосы смотрел когда-нибудь? Нет. А, нет? Нет. Ну, понятно. Так, так. Понятно. Понятно, понятно. Подсказывать? Не хочу подсказывать. Если я подскажу, то... Неправильно, да? Нет, я правильно подскажу. А, в смысле... Приз будет... Приз будет... Ну, ты не пойдёшь ва-банк, например. Ага. То есть двух косарей не получишь. Понимаешь? Ну, как-то не хочется. Ты такой умный чувак, там, кукушка, у тебя всё Гиппократ. Аукцион. И тут завалиться на вторая координата точки. Вторая координата... Координата точки. Вторая координата точки. Координат? Координата. Ну, точек координат. Вторая, я, видишь, акцент делаю, на координата точки. Координата. Координата. О, ноль. Координата. Почему я произношу постоянно слово координата? Блин. Больше похоже на слово координата. Что ещё есть? Есть что-то похожее на слово координата в алгебре? Координата? Координата, точка координата, вообще нет. Ордината. Ордината. Как и Рустама на пятом вопросе вытаскивал тебя как мог. Благодарю. Привет кому-нибудь. Микрофон возьми, мне неудобно. Ну, как обычно у всех на видео. Наверное, у всех, да? Привет маме из Санкт-Петербурга, из солнечного города Санкт-Петербург. Ну ладно, паспортный город Санкт-Петербург. Родителям привет. Ты здесь хочешь жить? О, не знаю, ещё пока не думал. Пока ещё не думал. Я люблю солнце. Я люблю солнце. Постоянно, постоянно, вот это вот сопли вот так вот текут отовсюду. Тут постоянно болеешь. Да. Побольше бы солнца. Я люблю солнце. Я тоже обожаю солнце. Либо в море, на море приезжать, да? Ну, наверное, там поприкольнее. Теплее. Теплее, конечно. Ну да. Ладно, не будем о грустном, не будем. Это приз для тебя. О, благодарю. Алаш. Я запомнил твою имя так прямо. Алаш. Прям смотрю, буду смотреть туда и думать. Алаш. Это со мной был сегодня Алаш. Прикосновения от души в душу. Взаимно. Пока. Сколько тебе годиков? Сколько годиков у тебя, брат? 29. А, 29. Ге тренируешься здесь. У меня много вольных борцов. Проездом. Вольников. А, да. Просто проездом. Все, еще раз прикосновения. Давай. Счастливо. До свидания. Пока. Всего доброго. До свидания. До свидания. Классно. Мне грустно, что и Рустам, и Алаш, такие приятные, классные парни затупили на пятых вопросах. Если вас интересует, а сам ведущий знает ответы на вопросы, скажу вам честно, конечно, конечно, нет. Мне это надо. Все это знать, всю эту херню. Нет, я ничего не знаю. Я только ведущий. Как насчет того, поучаствовать в передаче «Допрос за бабос»? Нет, спасибо. Оксана будет не против? А? Оксана не против будет? Какая Оксана? Которая звонит вам. Я все срисовал уже. Так. Классный пиджак. Пиджак очень четкий. Уже есть, да? Может быть, засектынемся? Как? Засектынемся? Нет. Нет, да? Ну, ладно. Ребят, попробовали все? Меня зовут Кристина. Я участник команды «Красная стрела». Мы сегодня организовали мероприятие на площадке «Сена» для того, чтобы проявить таланты всех. Хватит, хватит. Все уже никому не интересно. Сейчас будут переключать. Хорошо. Все смотрят «Допрос за бабос». Хорошо. А вы там «Сена» не «Сена» устроили? Я спрашивал, как вас зовут? Кристина. Нет, не спрашивали. А, не спрашивала? Не спрашивала. Кристина. Немножко о себе. Ну, помимо организации, все понятно. На вас халат этот надет. Чем еще занимаемся? Учимся, работаем? Я работаю. Занимаю должность главного метролога. Кто это, метролог? Метролог. Человек, отвечающий за точность на площадке. Все измерения. В общем, все средства измерения. На площадке в метро? Нет, на площадке на производстве. В лаборатории. Инженер. Вы инженер. Я инженер. Эх, если сейчас вы будете хреново отвечать. Я хреново инженер. Какую грязь будут писать про инженеров? Есть такие паразиты? Ну, им с этим жить. Сидят, сидят, вот эта вот ширикую всякую гадость. Ну, вот им с этим жить. Что про меня пишут? И что там пишут? Я эти вопросы задаю, а сам нихрена не узнаю. Утверждение, требующее доказательства. Вопрос. Утверждение... А, гипотеза. Почему гипотеза не требует доказательств? Да я почем знаю? Ну, не гипотеза, короче. У меня написано другое слово. Утверждение, требующее доказательство. В геометрии, в алгебре. Постоянно Тамара Михайловна про это говорила. Теория. Теорема. Вот, все. Инженер. Мне кажется, что из-за того, что сзади вот эта жопа, очень будет красивый кадр. Я уверена. Меня зовут Евгений. Наташа. Очень приятно познакомиться. Расскажите немножко о себе. 38 годиков. На вид 34. Спасибо большое. Многие мне не дают даже 18. А что, я из Москвы. Многие не дают даже 18? Да. Я заходился. Ну, да. Короче, фигню сморозила, но ладно. В общем, да, многие не верят, что мне 38. Я из Москвы. Я координатор всего этого безобразия. Я душа всего этого безобразия. Помимо этого безобразия, чем еще занимаемся, Наташа? Я ландшафтный дизайнер дипломированный. Да, будущая мама. А вон моя дочь стоит, смотришь, куда-то. Да? Да. Я тоже. Какао мне! Какао. Сейчас жена принесет какао. Класс. Кстати, нет, я же не буду пить один какао. Нет, я же не буду один пить какао. Это некрасиво. Не надо. Это ужас. Если нечем угостить человека, лучше не ешь это, понимаешь? Не ешь шоколадку, блядь. Либо дай половинку, либо мы же будем глотать из одного. Сейчас эти бациллы все сомпли постоянно. Да. Итак, внимание. Так, вот так мы стоим. Ответьте правильно на... Это шумные там. Можно, вы же организатор, попросите, чтобы они потише там люди все это сделали. Нет. Ну это же сама смысл. Ладно. Ответьте правильно на пять вопросов. Две тысячи рублей подарок. Ого, давай. А потом можно ва-банк на пять косарей зайти. Ага, хорошо. Ну я туповато, но давай попробуем. Я тоже тупой. Да? Конечно. И песней еще. Я считаю, что главное не быть глупым, а бояться быть глупым. Да, согласна. Четко сказано. Да, четко. Я совершенно не боюсь быть глупой. Некоторые секундяи отвечают у меня здесь на вопросы хреново. Потом пишут мне на почту. Так. А можешь удалить нас? Секундяи! Вообще не стыдно. Мне не стыдно, я тупая. Если Гарда, Гарда, а кто пацанчик? Ладно, не Гарда, а Герда. Она Герда. А пацан кто? Кай. Кто тупой здесь? Да даже я про это знаю. Мы знаем про это. Это из сказки из Убрудного города, да? Нет. Снежная королева. Тем более. Эльза что ли? Нет. Ладно, иногда я крючу из себя тупого. Ладно, ладно. Давай дальше. 144 разделить на 6. Нет, не скажу. Давай считать. Это секрет. Да давай считать. Мы играем на серьезные бабки. Давай. У нас есть время. Давай. 144 разделить на 6. Давай, давай. Ну как удобнее посчитать? Разделить на 2 это 72. Да. 72 разделить на 2 это 35, 36. Ага. То есть, соответственно, и 36 разделить на 2 это 18. Не так, не так. Не так, не так. Так, не так считаем, да. Так, давай 14 разделим на 6. 14 разделить на 6? Ну вот, давай сначала с этого начнем. 14 на 6. Будет получается 2. 2 в заначке. Я не умею вот этими долями считать. Правда. Ну я тупая. Да погоди. Надо, ну... Я турский человек. Не надо сдаваться так рано. Аааа. Я не хочу сдаваться. Подожди секунду. Давай просто сделаем так. Откроешь калькулятор. Я нажму циферки. На кону 5000 рублей. А ты циферки. Давай считать. Давай хотя бы гадать. Давай, давай гадать. 144 на 6. Говорит цифры. Я буду говорить больше или меньше? 26. Меньше? 24. Правильно! Охуеть! Кого лимша подковал? Блоху. Правильно! Какой писатель придумал персонажа по фамилии Чичиков? Чичиков – это «Мертвые души», Гоголь. Как в английском языке называется прошедшее совершенное время? Пятый вопрос. Отвечай правильно. И два косаря сразу в топку. Еще раз прошедшее. Совершенное время. Я немецкий всю жизнь учила. Я... Шнелли! А Шнелли – это что? Быстрее. Быстрее. А, быстрее? О, в тему, да? Да. В тему сказал. Хэнде Хох. Ну, это понятно. Это классика. Я правда не помню. Ну, чего-нибудь покидай. Все, что помнишь, закидывай. Я же не против. Я помню present simple. Давай еще. Че еще есть? Past simple. Ну? Past simple? Что еще есть? Адрес я не помню. Еще что-нибудь скажи. А ты мне намекни, напомни. Да куда намекать-то? Просто перечисляй. Past present? Нет, past. Блядь, я реально не помню. Я реально не помню. Реально, нереально? Реально не помню. Past perfect. Past perfect. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем, кто когда-то учился, проходил тренинг в Институте интегрального образования Paradox. Передаю привет своему любимому мужу. Артем, я тебя очень люблю. И всему Санкт-Петербургу привет. Утешительный приз. Две пятихатки. Вау. Все. Я всех окучил. Спасибо. Все. Пуэрте, Марте, Тереситта. Ну что ж, часть прямой, ограниченная двумя точками. Вот тут часть прямой. Отрезок. Это очень правильный ответ. В описании ссылка есть. И в описании вы заходите, нажимаете и смотрите видос вот с этим прекрасным человечком. Там классно получилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Заходим в телеграмм мой, личный телеграмм и смотрим еще. А что у этого бородатого еще есть за контент? Что он еще делает? Дарит людям! Смотрите все это в моем телеграмме. Я там выкладываю все свое творчество. А продолжение? Продолжение есть только в Нуме. Короче, что здесь я могу как-нибудь исполнить? На сцене это брейк-данс какой-нибудь, станцую? Да, да. Я же могу стендап такой всадить здесь. Всадить. Но я матерюсь как безбожная шлюха. Нет, материться нельзя. Со сцены материться нельзя. Показывать там титьку, жопу. Титьку, жопу тоже нельзя. Не для меня эта движуха. И именно это продолжение с этими чуваками вы увидите на Нуме. До свидания. Поучаствуйте, девушка, в передаче. Нет? Ха. Вы хотите? Удачи вам. 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 Продолжение следует...